Друзья, всем привет! Сегодня, продолжая новогоднюю тематику, я буду делать снеговика. Я думаю, что это будет в канун Нового года очень приятным подарком кому-то из ваших близких. То есть вы можете сделать, либо своему ребенку, сделать снеговичка под елку. Также можно будет сделать на заказ, для заказчиков. Ну что, приступим. В первую очередь я буду делать основу, то есть подставку, на которой уже будет впоследствии стоять снеговик. Для основы я взял четыре 12-дюймовых шарика и надуваю их. После того, как я надувал шарики, я их буду калибровать. У меня здесь есть калибратор, я его разобрал. Я буду калибровать их на шесть дюймов. То есть шарик калибрую на шесть дюймов. Так, то есть вот я надул кластер с четырех шаров. Предварительно налил уже водички в шарик. Он будет служить грузиком и привязываю в центр. Теперь белый 18-дюймовый шарик, пастель белого цвета. Надуваю его. Все, после того, как я его надул, нам нужно отметить две точки маркером. Вот именно вот к этим точкам, к этим местам. Вот, где мы сейчас отметим. Мы потом, впоследствии, будем привязывать ручки. В принципе, можно ручки и приклеить. Но, когда привязываются все какие-то детальки, да, или шариков, как бы это надежней, это практичней. Ну, в данном случае я привяжу ручки. То есть для этого я беру маркер. Ну и примерно вот представляю, да, откуда будет идти рука. Я ставлю точку одну. И с этой стороны вторую. То есть получается вот одна точка, вот вторая. Вот в эти места я привяжу ручки. Все, теперь я шарик поднимаю. Далее беру шедоем. Делаю вот такой вот узелочек. Вот. Кончики обрезаем. Теперь вот этот узелок я закидываю внутрь шара. Дальше мы его ловим вот здесь, в центре шарика. Вот оно. И так же беру шедоем. Кстати, вы можете посмотреть видео урок клоун из шаров. Там точно таким же методом все это я делал. Вот и под этот узелочек заводим шедоем, оборачиваем два раза и завязываем. Вот таким образом. Все. То есть у нас должно остаться вот таких вот два маленьких хвостика. Это шедоем слишком длинно, поэтому я обрезаю. Вот что получилось. Дальше мне нужно будет сделать еще два таких узелочка для того, чтобы потом вот именно с внутренней стороны шара их закрепить как раз вот в этих местах, в этих точках. Вот, где мы пометили. Для этого опять завязываю узелочек. Таким образом. Вот. И закидываю шарик. Один. Благодаря ему будет крепиться одна рука. И делаю такой же второй. Все. Закидываю тоже вовнутрь. Теперь нащупываем этот узелочек один. Стараемся его поймать как раз вот напротив той точки, которую мы отметили. Вот получается у меня точечка черная. Я вот изнутри этот узелок вот поймал и привязываю кусочек шедоем. Вот таким образом. Так, обрезали шедоем. Так, обрезали шедоем. Вот. То есть получается это центральный верхний узелок. Вот резин. Это боковой, с помощью которого будет крепиться одна рука. И сейчас мне нужно сделать такой же второй. То есть теперь я второй узелочек ловлю вот напротив черной точки. Я привязываю кусочек шедоем. То есть все так же повторяю. Сейчас я надую шарик и покажу вам. Вам будет все понятно. Вот. С трех сторон. Центральный. Два боковых. Теперь я надуваю шарик. Завязываю шарик. И вот к центру к этому пластику привязываю. Все. Теперь я буду делать голову. Для головы я взял 12-дюймовый шарик. Раздуваю его два раза, чтобы он был помягче. Все. И теперь опять делаем узелочек. Узелочек. Горошинку. Лишнее все обрезаем. Берем шарик. Закидываем туда внутрь. Все. В самом центре ловим. Вот. 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 И снизу привязываем шадеем. Под этим узелком. Все. Вот что получилось. Теперь мы надуваем этот шарик. И калибруем его на калибр 10-дюймов. Вот. Вот так вот прилаживаем. И смотрим примерно где у нас будет выходить носик. То есть где он будет находиться нос. Берем маркер. И примерно. Я думаю вот где-то вот здесь. Вот. Ставлю точечку. То есть в этом месте у нас будет крепиться нос. Все мы знаем, что у снеговика ноской правило морковка. Для этого я взял 260 шдм оранжевого цвета. Немножко надуваем. Сейчас скажу даже на сколько. Ну вот примерно на 5 пальцев. Такой будет нос. Завяжу узелок. И теперь этот воздух есть. Прогоняем в самый конец. Вам будет полный. И такой будет ровно нос. Вот. Прогоняем. Немножко. Все, дальше я завязываю узелочек и все лишнее обрезаю. Дальше я беру шарик. Смотрите, что делаю. Получается, с наружной стороны шара 12-дюймового я поставил точечку маркером. Вот она. Сейчас я сделаю немножко пожирнее. Вот эта точечка. И теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно привязать вот эту морковку, так называемую. Для этого я беру узелочек, прикладываю вот к этой точке черной. Вот таким образом. Видите? И вот сюда вот проталкиваю. И теперь вот здесь вот, вот здесь вот, мне нужно завязать ШДМ, под узелочком этим. Все. Сейчас я вытащу, и вам будет, я думаю, понятнее. То есть, смотрите. Вот морковка эта. Вот, то есть узелок, узелок от этого оранжевого шарика, я его как бы вдавил вовнутрь. И с внутренней стороны, с внутренней стороны, вот, вот оно. То есть, я его как бы здесь зафиксировал в ШДМ. Все. Все. Теперь я надуваю. Вот что получилось. Шарик этот калибруем на 10 дюймов. Вот таким образом. Все. Завязываем. И теперь, вот, за эти два хвостика я привязываю. Если что-то вам будет непонятно, пишите, пожалуйста, в комментариях, либо пишите личные сообщения, я постараюсь вам помочь. Вот. Теперь я буду делать шарфик. Для шарфика я взял 260 ШДМ красного цвета. Надуваю. Надуваю практически до конца. Дальше оставляю 5 на 9 пальчиков. Вот такой вот пузырь. Делаю скрутку. Делаю пульсист. Вот. И теперь вот обматываю. Обматываю пульсист. Делаю скрутку. И завожу вот в цепинчатый. Один раз. И второй раз. Вот опять делаю скрутку. После того, как вы обернули, шарфик на 10. И запинчатый пульс. Делаю скрутку. Немножко сгибаем. Здесь, я думаю, немножко длинный. Поэтому я покороче сделаю. Делаю скрутку. Сделал вот такой шарфик, теперь я буду делать колпачок, для колпачка я взял один черный 12 дюймовый шарик, один красный 12 дюймовый шарик, также нам понадобится черный шдм 360 размера, в первую очередь надуваю черный шарик, после того как я его надул я его калибрую на 6,5 дюймовый шарик. Завязываем его, дальше надуваем красный, красный я калибрую на 7 дюймов. Все, теперь беру, обе горловинки связываю. Вот, таким образом связываю, дальше беру этот узелок и проталкиваю его в красный шарик. И вот здесь в центре я его стараюсь поймать вот таким образом. Вот, я его ухватил, перекручиваем и любым кусочком шдм таким образом. Вот, этим узлом перекручиваю и завязываю. Дальше вот этими двумя хвостиками, беру, вернее, вот эти два хвостика и вот эти два хвостика на голове я связываю. Дальше надуваю черный шарик, надуваю его не до конца. Да, забыл, немножечко можно вот этот шар сжать, чтобы он вот такой длинул длиненую такую форму. И теперь этот шарик я привязываю. Все, отрезаем все лишнее. Вот, просто перерезал. Ну, теперь буду делать глазки и ротик. Для изготовления глаз я взял 260-й шедем коричневого цвета. Из него буду делать. Завязываю герлобину. Дальше делаю пузырек круглый. Кончик завязываю. Вот. И два кончика связаны вместе. Вот таким образом получился один глазик. Делаем второй глазик. Делаем пузырек. Два кончика связаны вместе. все получился второй глаз лишние кончики отрезаем чтобы не торчали все все-таки дальше беру клей наношу немножечко на 1 и на 2 теперь сделаю ротик для этого я взял черный 160 шедевин и примерно сейчас примерно примерно пузырь на пять пальцев делаем дальше наносим клей теперь я буду делать ручки для ручек я взял 260 шедевин коричневого цвета взял круглый шарик 5-дюймовый красного цвета и шедевин 260 260 размера разделил на две части вот буду использовать ее для этого я в круглый 5-дюймовый шарик опускаю шедевин предварительно перегнув ее пополам таким образом запускаю вовнутрь и надуваю круглый шарик после того как я его надул я надуваю шедевин все удерживаем горловинку шедевин я из круглого шарика выпускаю воздух таким образом предварительно я уже сделал руку поэтому смотрю чтобы рукавицы были одинакового размера дальше хвостик оборачиваю вокруг горловины и завязываю все получилась вот такая вот рукавичка теперь буду делать саму ручку для этого надуваю надуваю не до конца оставляю хвостик буквально на 5 пальцев дальше делаю круглый пузырь и пинч-твист еще один пузырь еще пинч-твист беру рукавичку и привязываю вот так как выглядит дальше отмеряем длинный пузырь на 10 пальцев 5 10 делаю скрутку и опять повторяем делаем пузырь круглый пинч-твист второй пузырь круглый пинч-твист пинч-твист вот получились две вот такие ручки и теперь берем и благодаря вот этим хвостиком просто привязываем пинч-твист пинч-твист привязываем одну и пинч-твист и привязываем другую это по другому поставить таким образом вот и все если вам понравился видео урок не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал ну и всем пока пока